Здравствуйте, друзья! Мы попросим Светлану зачитать очередной вопрос. Здравствуйте, Михаил! Поступил на программу PHD в США с полным покрытием расходов. Было очень большое желание, но возник вопрос, а есть ли жизнь после PHD? Есть. Вопрос, какая жизнь? Допустим, что к окончанию программы у меня будет грин-карта. Где я смогу работать после всего этого? Преподавать я не хочу. Никогда не было желания для другой работы войти. Скажут тебе, что ты слишком умный. На какую работу стоит рассчитывать после PHD? Да. Ну что же, на самом деле, если так совсем издалека посмотреть, то мы знаем много народу, вот включая Светлану, которая здесь сидит, которая после PHD совсем потерялась, и, то есть, тот уровень притязаний, который у нее был, значит, не реализовывался в работе. Ну, к счастью, мы уехали, и как-то все это так решилось. Но она реально год или полтора или два там не работала вообще. Ты помнишь, да? В Москве-то? Ну, потому что ты не могла найти ничего после защиты. Да и не стало ничего. Ну, нет. Ну, то, что ты хотела, ты не могла найти. Так вот, вопрос в чем? Что в данном случае, я бы сказал, что молодой человек, он на эту PHD поступил не столько потому, что ему хотелось иметь PHD или заниматься там наукой или там преподавать в университете, сколько для него это было способом оказаться в США. И даже вот он там говорит, что грин-карта у него будет. Грин-карты у него сразу не будет. К моменту окончания там, к моменту получения PHD у него даже близко не будет грин-карты. Ему надо будет еще за эту грин-карту отбатрачить как следует. То есть, ему нужно будет найти такого работодателя, который захочет его взять с тем, чтобы ему еще делать эту PHD и так далее. Не PHD, а грин-карту. Грин-карту, конечно. Грин-карту, я извиняюсь. Вот, это один аспект. Поэтому не надо так переживать заранее. Значит, второй аспект состоит в том, что есть люди, которые исследованиями занимаются. То есть, они не обязательно занимаются преподаванием в университетах, они могут заниматься исследованием. Но... Он не говорит в какой-нибудь области PHD. Он там говорит IT, есть слово IT. Вот, поэтому следующий момент вот какой. В компаниях айтишных полным-полно людей с PHD и по компьютер-сайенс, и по физике. И вот как Светлана, там, по образованию и так далее. Значит, есть масса народу с PHD. Никого вы не напугаете никак. Я вас уверяю. Значит, но если вас это смущает немножко, никто же вас не заставляет показывать эту PHD. В конце концов, что вас заставили? Значит, можете не показывать. Конечно, зависит от должности, на которую вы претендуете. Тут есть нюанс один. Давай. Что люди, у которых действительно есть PHD, допустим, в IT, они уже идут на крупные руководящие должности. Не взять на руководящие, Светлана. Но это могут быть уже там, эти самые CEO, такие серьезные люди, которые занимаются серьезными вопросами определения стратегии движения компании. Нет, Светлана, нет, я никак не соглашусь. Никак не соглашусь. Он может вырасти до этого уровня, и там без PHD, например, неприлично. Но если он только свеженький, из университета, на какую он может идти руководящую должность? Абсолютно не может руководить ничем. Поэтому, если он хочет просто айтишником работать, он может, первое, спрятать свое PHD, второе, он может пойти в хорошую, большую, солидную компанию, где он этим никого не удивит, и куда всякие PHD норовит попасть. Еще тоже зависит от какого университета PHD. Дело в том, что я, например, знаю, после Стэнфорда программы PHD, люди очень многие, они вообще не идут работать по найму. Они настолько полны всяких идей, что они уже начинают делать свои стартапы, у них есть connections, они получают финансирование. То есть PHD, а это же такой брейнсторминг, да, то есть ты находишься в такой творческой очень среде, и возникают какие-то мысли, помимо найма, да, работать на дядю, возникает очень много мыслей, и есть желание их как-то воплотить. Естественное продолжение карьеры Стэнфордского PHD, это стартап, вот смотри там, я не знаю, смотри Google, да, вот там два аспиранта. У нас тоже аспирант тоже был из Стэнфорда. Стэнфордский, да? Да. Вот. Ты, Света, сталкивалась с ним лично. Да, он был индус. Вот, видишь как, Светлана у нас работала в Hotmail, когда Hotmail был прикуплен Microsoft, так что вот индусов, да, кстати, да, я тебе больше скажу, у него была русская герлфренд, и я ее знаю. Да. Но он, видишь как, такой вот тесный мир. Вот, поэтому, на самом деле, я не знаю, сколько вы уже времени там учитесь, но какой-то вот такой пессимистический тон может быть говорит о том, что это не очень хороший университет, и как бы нет перспектив. Я не вижу пессимистического тон, я вижу, не-не, Света, он потерян, он говорит, это я сделал. Смотри, что произошло, у него был в жизни этап, он его успешно преодолел. Я тебе хочу сказать, что тот этап, который он преодолел успешно, мало кто вообще в состоянии преодолевать. То есть, безусловно, это человек такой далеко неординарный, далеко неординарный. Будучи человеком далеко неординарным, он пытается смотреть в будущее, так? И он говорит, хорошо, эту цель мы достигли, дальше что? Я даже думаю, что этот человек еще не начал учиться, он поступил на программу PHD с полным покрытием расходов. Он еще, может быть, даже и не въехал в страну. Я вам хочу сказать, что само обучение и в советской аспирантуре, и на программе PHD. В советской? Ну, я училась в советской, а здесь программа PHD. Это очень творческая обстановка. Там идет такой вообще креатив, что там, во-первых, не скучно, это совершенно не то, что ходить на работу. Это мозги просто дымятся. Это ты про Стэнфорд, наверное, говоришь? Я говорю вообще про любую, потому что я училась на советской аспирантуре и вообще даже не память. А я тебе говорю про американскую. А все равно будет дымиться. Может быть, не всюду дымится. Будет дымиться, конечно, потому что творческая обстановка, и все-таки там и профессоры, и все нацелены на то, чтобы ты что-то такое воссоздал, да? На то она и нужна эта программа. Ну, да, инновации. И эти люди находят продолжение просто в силу того, что они не могут в себе это удержать. Я по энергетике слышу это письмо, такое, ну да, ну поступил, и что после этого, ну непонятно, что. А эта энергия другая совсем. Эта энергия такая, вау, я попал в такое место, сейчас так закрутится жизнь, что я вообще в круговерте, она мне понесет потоком. Только сформулируйте, в каком направлении нести вас, а дальше будет все нормально. Ну, я лично вот энергетику этого письма считываю иначе. То есть я говорю, что он такой, он так шутя, полушутя спрашивает, значит, и может быть у него даже есть какие-то мысли там, я не знаю, на этот счет свои. Он просто хочет спросить у людей, которые давно в стране, и может быть они что-нибудь его присоветуют. Но, во всяком случае, PHD ему не помешает никак. Если он захочет быть просто айтишником, что вряд ли, что вряд ли, потому что это будет уже другой человек, когда это произойдет. Больше того, скорее всего, у него уже будет на руках несколько предложений в этот момент. Когда вот он будет заканчивать все эти дела, и там у него уже какой-то круг знакомых возникнет и так далее. То есть он будет выбирать из чего-то. Вряд ли ему придется сильно вот именно бегать, искать, напрягаться и так далее. Поэтому я надеюсь, что будет вот такой вариант. И это то, ради чего все делается. И можно не сомневаться, что жизнь после PHD есть. Неплохая, неплохая. Знаете, что я вот хочу сказать, к этому добавить? Я видел людей с PHD, которые... Я даже не могу сказать, что они асоциальные. Я хочу сказать, что они на голову больные этой PHD. Вот у них PHD головного мозга, понимаете? То есть они становятся какие-то неприступные. Они становятся какие-то гордые собой. Они вот так переполнены вот этим вот... Значимостью своей собственной. И вот в Америке это называется full of shit. Понимаете? И вот он ходит, этот full of shit. И он такой надутый. И он такой я не знаю что. И он чего-то такого достиг, что кроме него понять никто не может. Понимаете? И что-то он такое достиг. Вот этого избегайте. Будьте нормальным, открытым, простым в общении. Понимаете? Интересующимся жизнью человека. Вот посмотрите на там, я не знаю, людей. Тут такие у нас орлы ходят, там миллиардеры. Я не знаю, создатели там, да весь мир известных компаний. Абсолютно простые в общении ребята. Понимаете? Без всякого вот этого вот. Потому что люди, которые вот с этим вот, у них дальше ничего не идет. Никому не нужен человек, который full of shit. Вот он повесил себе медаль. И он ей какое-то значение дал этой медали, которого там не было никогда. А человек с ученой степенью, это человек, который подтвердил, что он научился выполнять научную работу по некоторым правилам. Вот научная работа выполняется по некоторым правилам. Вот он написал там свою эту диссертацию. И вот на примере этой диссертации он показал, что он в состоянии вести исследование. Ничего больше там нету. Вообще ничего. Понимаете? Поэтому, вот как бы, поскольку я видел людей, которые в это дело там погружены. У нас даже был один парень, ты помнишь, Свет, из Израиля приехал. Он, значит, у него было PHD по математической статистике. Вот. И какие-то знакомые общие были. Они сказали, там, вот, есть парень туда-сюда. Мы ему сделали рабочую визу. И он приехал. И он так был уверен в себе, там, я не знаю, а проекта найти не мог. И вот так обратно домой и уехал. И вот он такой гордый был. Вот он только-только защитил эту PHD там в Израиле. И вот как-то Светлана ему, как-то говорит, вот там, по фамилии его как-то назвала. Он говорит, я, ну там, допустим, Сидоров. Вот. Он говорит, я не Сидоров, говорит он. Зовите меня доктор Сидоров. Света ему говорит, ну тогда вы меня зовите доктор, там, Светлана или как-то. Ну что ж такое вот. И он так посмотрел на меня с презрением. Нет, нет, не с презрением, с таким удивлением, Света. И он говорит, а вы доктор? Света говорит, ну да. Доктор, доктор. Доктор, доктор. И он так как-то, знаешь, то есть я что хочу сказать, вот без дерьма что-то, понимаете, вот это очень важно Я не хочу сказать, что я вижу в письме какие-то для этого основания, абсолютно нет Но просто вот так на всякий случай, может быть не столько вот тому, кто письмо написал, а может быть всем остальным, кто может быть интересуется Ну нужно правильное настроение, нужно приезжать с хорошим настроением, с желанием что-то сделать, да, такое креативное А любой креатив, дело в том, что тут вот есть очень тонкий момент, люди, которые никогда не испытывали вот этого состояния эйфории от того, что ты что-то придумал Ну не вообще абстракцию какую-то, не вообще мечту какую-то, да, от того, что это что-то реальное и оно потихонечку воплощается Вот это состояние кайфа вообще невозможно ничем сравнить И на этом кайфе люди вылетают, вот и в стартапы, и в какие-то мероприятия, поэтому идите за работой, идите за делом каким-то, да И не думайте о том, есть ли жизнь на Марсе или нет в жизни, и все будет нормально Я думаю, что мы должны вот закончить вот эту историю с молодым человеком, потому что по сути мы уже ответили А по настроению, по энергетике я бы сказал так, что я польщен, как бы, что вот молодой человек такого уровня, да, который в состоянии решить такую задачу Как получить полный сколоршип там на PHD программу в Соединенных Штатах и так далее Я вот польщен, что такие ребята у нас есть на канале, и что они письма пишут И я настолько уверен в том, что все у него классно сбудется И он, может быть, даже еще сам не представляет, какая вообще обалденная у него жизнь впереди И какие свершения перед ним И он еще будет смеяться, вот там вспоминать, говорит, эх, а я помню, там даже не знал, что дальше будет Есть ли жизнь там после того, после всего И тогда очень классная жизнь, и я вас поздравляю заранее Вот, главное, здоровье берегите, да, все остальное уже приложится Когда здоровья нет, уже совсем, уже ничего не надо Все, счастливо, Владому Чеку наше поздравление И остальным, хочу сказать, у вас есть хороший пример Вот смотрите, как человек Вот, тоже давайте, тем же путем Счастливо 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 Продолжение следует...